МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, об усилении ветра предупреждают жители региона в МЧС России по Алтайскому краю. Синоптики обещают метели и мокрый снег. Обильные осадки прогнозируют в северных районах региона. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Из-за гололеда и плохой видимости водители просят быть осторожными на дорогах. Теплая погода продлится до пятницы. Выходные температура вновь опустится в среднем до минус 20, а затем немного потеплеет вплоть до крещенских морозов. Слишком много, так отзываются жители Барнаула, повышения на 25% стоимости проезда в общественном транспорте. К тому же в маршрутных такси нельзя рассчитаться электронным проездным, который дает хорошую скидку. Валентина Аскерова сегодня проехала по городу и выслушала все претензии со стороны горожан. С ВРЗ на другой конец города. До работы Ирина добирается на маршрутном такси. Альтернативы нет, если только с пересадками на автобусе. Раньше проезд на маршрутке стоил 20 рублей. С нового года цена поднялась до 25. С таким ценником проезд обойдется как минимум в полторы тысячи рублей в месяц. В год уйдет все 18. Это размер месячной зарплаты Ирины, а ведь она одна воспитывает четырехлетнюю дочь на счету каждая копейка. Проблему решили бы электронные проездные. Поездка стала бы на пару рублей дешевле. Но в маршрутках такие льготы не предусмотрены законом. Хорошо, если к бабушке, например, мы можем доехать на большом автобусе. Туда, конечно, можно купить и электронный проездной билет. А когда ездишь на работу каждый день, только на 77-м, здесь нет электронных проездных билетов. Очень тяжело. Это 50 рублей в один день. Это без учета магазинов и всех остальных поездок, получается, по выходным дома сидеть. В пассажирских автобусах, троллейбусах и трамваях, в отличие от маршруток, расплатиться электронной картой можно. Стоимость поездки при этом составит не 23 рубля, а всего 21. Но карту приобретают далеко не все. При нас ею не расплатился ни один пассажир. Очень много приходится тратить на проезд. Обычному студенту. А у вас карта? Нет, я наличными расплачиваюсь. Пьет по пассажирам? Конечно, даже очень. Даже очень. Особенно пенсионеры, которые получают пенсию 8 тысяч. Конечно, дорого. Все же за проезд уже такая цена. Я-то бесплатно, но у меня есть молодежь, которая платит. Тех жалко людей. Волну не годования. Люди выплескивают не всегда по адресу. Достается кондукторам и продавцам Лиги Пресса, где продаются электронные проездные. А подскажите, пожалуйста, по поводу пополнения транспортных карт. Девушка, я занята. Говорят, пожилые люди очень недовольные, ругаются. Правда? Да. Сильно вам достается? Очень. Как справляетесь-то? Умываясь святой водой. А умываться святой водой им придется еще продолжительное время. Ведь далеко не все горожане знают причину повышения стоимости проезда. Как нам пояснили сегодня в мэрии, а мы обратились за комментарием к ним, предъявлять претензии кондукторам и продавцам в проездных нет смысла. По качеству транспортного обслуживания обращаться нужно в комитет по дорожному хозяйству. Телефон контактный указан в транспортных средствах на передней части, рядом с водителем. Это телефон 371-617. А пока многим горожанам всерьез предстоит задуматься и сделать выбор между поездкой в автобусе и пешей прогулкой. Валентина Аскерова, Николай Шелко. Наши новости. Ну а между тем автоперевозчики не считают повышение проезда значительным. Существенно поправить ситуацию на рынке пассажироперевозок мог бы тариф в 35 рублей за поездку. В последние месяцы прошлого года перевозчики задолжали огромные суммы за топливо, чтобы хоть как-то расплатиться с долгами и было принято решение установить новый тариф на проезд от 23 до 25 рублей в зависимости от вида транспорта. Цена занижена, уверены эксперты. Себестоимость проезда в городском транспорте на сегодняшний день уже далеко за 30. Повысить заработную плату водителям и кондукторам мы пока еще не можем. И может быть заработаем и повысим. Но речь-то идет сегодня о другом. Необходимо менять подвижной состав. У нас сегодня 80% больших автобусов подлежат списанию. Будет ли какая-то именно автопарк обновляться либо ремонтироваться? Вот с этой системой пока нет. Пока нет. Потому что этих средств хватит, как я уже сказал, только на топливо, рассчитаться с долгами. От пенсионной реформы до пособий по безработице. В 2019-м в силу вступило больше десятка новых законов. Среди них есть как приятные новшества, так и весьма непопулярные меры. А наиболее знаковых в сюжете далее. Продолжается пенсионная реформа. С этого года стаж для досрочного выхода на пенсию 37 и 42 года для женщин и мужчин соответственно. Работающие предпенсионеры, то есть те, кому до заслуженного отдыха осталось 5 лет, получили право на 2 оплачиваемых дня в году для посещения больниц. Пенсия по старости у неработающих пенсионеров в среднем выросла на 1000 рублей. На 2% с 18 до 20 вырос налог на добавленную стоимость. Предполагается, что такая мера пополнит бюджет страны на 600 миллиардов рублей в год. В правительстве уже распланировали, какие дыры будут латать. Средства пойдут на социальную инфраструктуру, образование, здравоохранение и культуру. При этом эксперты уверены, что из-за повышения НДС вырастут цены на разные товары, включая жизненно важные. В этом году нас ждет двойное повышение тарифов ЖКХ. Первое, январское, составит 1,7%, второе июльское – 2,4%. Коммунальные платежки потяжелеют и из-за новой строчки в квитанциях за мусор. Специалисты отмечают, расходы на эти цели вырастут в несколько раз, а в отдельных регионах даже в десятки. При этом на 400 рублей с небольшим вырос прожиточный минимум. По мнению законодателей, люди трудоспособного возраста могут прожить в месяц на 11 280 рублей. Подросло и пособие по безработице. Его максимальный размер теперь равен 8 тысячам рублей. Но отметим, что сроки выплаты пособия сократили вдвое – с года до шести месяцев. Елена Макаренко, Наши новости. Утро первого рабочего дня Нового года в Краевой столице началось со смертельного ДТП на Паловском тракте. Как нам сообщили в Краевом ГИБДД, по предварительным данным, водитель 63-го года рождения, находясь за рулем Тойоты «Короны», выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся сразу с двумя автомобилями «Хонды Аккорд» и «Газелью». В результате водитель «Короны» погиб на месте. Также пострадала женщина-пассажир «Короны». С травмами она доставлена в больницу. Правоохранители проводят проверку, выясняя все обстоятельства случившегося. Но вот между тем службы Края подводят итоги новогодних праздников. По данным МЧС, за время каникул в регионе произошло 142 возгорания в жилых домах. О пожарах, коммунальных и дорожных авариях начало января расскажет Анастасия Дороган. Пожар в соседнем доме. Малахов, 18. Столб дыма в середине дня повалил из окон 12 этажа. Несколько экипажей пожарных подбирались к огню снаружи. Вероятно, возгорание произошло за считанные минуты, так как хозяева во время пожара оставались в квартире. Пожарные с помощью спасательных масок эвакуировали троих человек. Еще одного человека успешно дышатся продуктами горения в горевшей квартире. Пожарные передали работникам скорой медицинской помощи. За первые дни года в пожарах на территории региона пострадало 13 человек. Это больше, чем за новогодние праздники прошлого года, сообщает в МЧС Крае. Рост числа возгорания не связывают с народными гуляниями. Но в барнаульском поселке Ягодное дом сгорел в отсутствии хозяев. Семья с маленьким ребенком и беременной женщиной осталась безо всего. Сейчас они будут рады любой помощи. А в Заоринске обернулся трагедией канун Нового года. 13-летний мальчик вдохнул газ из туристического баллона. Спасти ребенка не удалось. Не обошлось и во время каникулы без коммунальных аварий. В центре Тюменцевского района и в барнаульском поселке Восточный рвались водопроводы. ДТП за время праздников было несколько. Но пострадавших в авариях наберется с десятых человек. Массовая авария произошла на граних Алтая. Лихач якобы не справился с управлением и собрал на парковке семь машин. А в Бийске при столкновении со столбом авто разорвало пополам. По неподтвержденной информации водитель находится в коме в реанимации. Сотрудники МЧС просят жителей края быть внимательными на дорогах и сейчас. В ближайшие дни будет плохая видимость и гололед. Анастасия Драган. Наши новости. Шумные застолья и длинные праздники позади. Для многих людей первый официальный рабочий день. Настоящая проблема. Как вернуться в привычный ритм жизни? Свои советы дают психологи и врачи. Их выслушала Елена Кузовкина. 9 января 2019 года. День, когда организм испытывает настоящий стресс. Многим вернуться к привычному ритму жизни сложно. Это проблема, о которой говорят даже психологи. У людей у всех есть определенные ожидания. И когда они уходят на эти каникулы, все надеются на какое-то чудо новогоднее. Но чудо в основном не происходит стандартно. Поэтому разочарованные, еще и объевшиеся, некоторые перепившие. Готовиться к трудовым будням нужно заранее, говорит Алла Лобанова. Дня за три. Перестать много есть и пить, поутюжить рабочие костюмы и попытаться встать по будильнику. По словам психолога, многие люди просто разучились отдыхать. Барнаульцы же, которых мы сегодня опросили на улице, новогодние каникулы в большинстве своем провели с пользой. По большому счету, новогодние праздники идут для кого? Для бюджетников долго, кто работает там в формате. А большинство людей, у нас все магазины работают, все работает. Мне кажется, большинство людей работает в новогодние праздники. Чем вы занимались, если не секрет? Если не секрет, ну, если не секрет, вязала, вышибала, занималась своими любимыми делами. А что делать тем, у кого нет любимых дел, а выходные есть? Очень плохо. Что плохо? Длинные? Длинные. То есть заняться нечем? Нет, тяжело их переносить. И заняться, в принципе, тоже нечем. Количество обращений за помощью к врачам в новогодние праздники увеличивается на 30%, говорит главный нарколог края Андрей Иванов. И основная причина – отравление алкогольными напитками. Попытаться переболеть, если чувствуется какой-то дискомфорт, но не пользуйся советом, лечи подобное подобным. И врачи, и психологи советуют выходить из новогоднего состояния постепенно и не забывать, что жизнь сама по себе праздник. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости. Сегодня, в последний день школьных каникул, в Барнауле выявляют лучших юных математиков. Краевая столица принимает участников межрегионального турнира «Математические бои». В умении обращаться с цифрами сражаются более 400 школьников из Барнаула, районов края, Республики Алтай, даже Новосибирска и Красноярска. Зачем в эпоху карманных компьютеров школьникам уметь решать задачи в уме, выяснял Илья Кочетков. Логарифмы, интегралы, функции. То, что для многих китайская грамота, для этих ребят простая разминка для ума. Правда, не самая легкая, поскольку каждая из восьми задач выше обычного школьного уровня. Как вот эта задача про треугольник. Надо показать, что уголочки равны. Однако, это все, что я знаю про нее. И в этом весь интерес. Ты читаешь задачу, ты не понимаешь, что делать, а потом тебе приходит озарение, и ты ее решаешь. Или не решаешь. Эту решишь? Должен, обязан. Суть соревнований такова. Несколько команд одновременно решают несколько задач. Затем жюри оценивает правильность, а также умение капитана команды защитить свою работу. Математические бои – долгожитель интеллектуальных состязаний. Первые прошли еще 40 лет назад в Ленинграде, нынешнем Санкт-Петербурге. И с тех пор проходят в десятках российских городов. 20 лет назад их начали проводить и в Барнауле. И сегодня в краевую столицу приезжают юные математики со всей Сибири. Это команда из Красноярска. Просто скататься. И вообще мат-бои у нас в городе очень редко проводятся. И как бы поучаствовать, почему бы нет. К тому же признались участники в Барнауле, в отличие от многих других городов. За участие не берут оргвзнос, оплачиваешь только проезд и проживание. Правда, особых наград, кроме диплома, здесь тоже не получишь. Ни денежных призов, ни дополнительных баллов при поступлении в ВУЗ. Стимул, уверены организаторы в другом. Возможность впоследствии сделать хорошую карьеру. Но ниша, связанная с информатизацией, связанная с IT-технологиями. Конечно, очень многие идут работать в эту область. Это люди-постановщики задач вырастают. А все потому, что решают по старинке, в уме. Таково непременное условие боев. По итогам в каждой из групп, младший, средний и старший, определят команды победителя. Итоги математических сражений подведут завтра. Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости. Хоккеисты Алтая к Новому году подарили своим болельщикам подарок. Едва отгремели праздничные выходные. Барнаульцы отправились в выездной вояж. Первая остановка по графику Саратов. Так вот, именно там и был сделан подарок. Подробности встречи о других не менее значимых новостях спорта. Далее. Открыли год. Алтай оказался крепче кристалла. Об этом говорит счет первого матча серии. 6-4 в пользу барнаульцев. Сама игра развивалась по сценарию. Одни убегают, другие догоняют. В роли догоняющих оказались в этот раз хозяева. При счете 4-1 в свою пользу. Красно-синий умудрились растерять заработанное преимущество. В итоге Алтай все же убежал. Три очка в копилке. По-прежнему шестая позиция в таблице. Через несколько часов вторая часть противостояния. Барнаульская ракета вновь в деле. Речь идет о лыжнице Яне Кирпиченко. Спортсменка, да и просто красавица, пополнила копилку медалей бронзы и Кубка Скандинавии. Эти старты, как позже отметит личный тренер Яны, стали для нее одним из важных этапов подготовки к венеорскому чемпионату мира. Турнир, так же как и Кубок Скандинавии, пройдет в Финляндии. Расписание уже известно. 21 января Яна заявлена в спринтерской классической гонке. 23 в гонке на 10 километров свободным стилем. 25 января в масс-старте классическим стилем на 15 километров. Начал положительно. Александр Суровцев, который сменил на посту главного тренера «Динамо» Сергея Шишкина, выиграл первый матч в новом статусе. Столь знаковое событие произошло в товарищеской встрече против сборной Лиги Бро. Как говорят в таких случаях эксперты, была одержана волевая победа. Вернуться в игру удалось благодаря Михаилу Максимову и Владимиру Завьялову. Победный забитый на счету Максима Полковникова. После зимней паузы динамовцы поэтапно начинают подготовку к заключительному весеннему отрезку чемпионата. Для начала размялись в настольный теннис. На следующей неделе начнут уже тренировки с мячом футбольным. Кирилл Политов. Наши новости. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Не знаете, какой пустырник выбрать? Выбирайте пустырник «Форта Эвалар» с алтайским пустырником и более высоким успокаивающим действием. Пустырник «Форта Эвалар». Почувствуйте разницу. Почувствуйте разницу. «Эвалар». Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. На большей территории края Ветреной, снежно. В Бийске минус 4, в Белокурихе и Рубцовске минус 10, до 5 морозов в Заринске. В Барнауле ночью и днем возможен снег, ветер северо-западный, порывистый. В ночное время до 16 мороза, днем до минус 8. Напоминаю, телефон и редакция в Барнауле у нас прежний. 722 440. Ничего не изменилось. У меня на этом все новости. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин